Добрый день, уважаемые жюри! Меня зовут Халина Шадчук, псевдоним Халина Мур. Я хочу вам немножечко рассказать о себе и о своей картине, которую хочу представить на этом конкурсе. Я родом из Украины, из города Винницы, где же и получила свое первое художественное образование. Мои родители увидели во мне талант художника и отдали меня в художественную школу. После окончания художественной школы, через какое-то время, я поехала учиться в Одессу, где находится замечательное художественное училище имени Бориса Митрофановича Грекова, где прекрасные учителя. И я очень благодарна, в особенности своему преподавателю Николаю Ивановичу Дудченко, который вложил в мою голову важные знания по поводу композиции, живописи, цвета, рисунка. После того, как я окончила художественное училище, естественно, я захотела зарабатывать. Я делала много картин на заказ, которые также уезжали за границу. Кстати, картины мои раньше стали путешествовать, чем я. Мои картины есть в частных коллекциях Германии, Австрии, Италии, конечно, и Польши уже на данное время. И в Финляндии даже есть некоторые мои картины. И я понимала, что я всё время рисую всё вот как на заказ, воплощаю в жизни желания моих заказчиков. А вот на своё личное творчество, на своё личное пространство выражения самого себя как-то вот не хватало времени, чтобы ухватиться, прочувствовать самого себя, чтобы понять, что вот кто я, чем я могу себя выразить. И так вот случилось, как у многих женщин, я стала мамой. Был такой вот период, когда я вынашивала своего малыша, потом я его кормила, выкармливала. И вот в эти периоды что-то вот со мной произошло. Я рисовала много эскизов, постепенно начала их воплощать в жизнь. И эти все эскизы, они были как-то вот связаны с какой-то мистикой, волшебством, сказками, какими-то такими тайными чувствами. Вот. И к чему вот я очень рада, что я нашла себя наконец-то спустя 10 лет, я так думаю. Ну, 10 лет уже прошло, как я окончила учёбу. И через 10 лет я только поняла, кто я. Вот. И сейчас я хочу вам рассказать о своей картине погружения. Изначально погружение, погружение в себя. Погружение не было погружения. Это мой скетчбук. Изначально девушка лежала на траве. Сочной, приятной, нежной траве. Она наслаждалась цветами. Здесь вы видите кульбабы. Кульбаба для меня это что-то такое воздушное, лёгкое. Девушка была просто в таком блаженстве, сама с собой. Вот. Так мне нравилась эта идея. Создана она была год назад. Так мне хотелось это всё изобразить. И вот, наконец-то, дошла до неё очередь. И вдруг девушка в траве, на траве вдруг погрузилась в воду. Почему это случилось? Это случилось по той причине, что в моей жизни, в семье, в моей семье произошли некие изменения. К сожалению, моего дедушки больше уже нет. И он ушёл в мир иной. А папа, видимо, от потрясения, узнала это, попал в больницу. Я как раз только начала эту картину. И так мне было сложно. Я какое-то время отложила её, я не могла работать. Думала, думала, пыталась осознать, что вот так вот в жизни происходит. Вот так вот бывает. Через две недельки где-то я к ней вернулась. И сама того не замечая, колорит, гамма, всё так похолодело, позеленело, пожелтело. И волосы её тоже, как будто вот они начали плавать в пространстве. Я поняла, что когда я пишу её, я как вот погружаюсь в эту картину вся, вот ухожу. Ну, и вот в ней я обрела успокоение. Я вот как-то душой успокоилась и поняла, что вот некоторые вещи просто невозможно изменить. Я думаю, мы все когда-то переживаем такие чувства, когда мы погружаемся в себя. И нам нужно всё обдумать, всё принять. Эту жизнь, такую, какая она есть. Что касательно композиции, то я девушку поместила в круг. Мне хотелось вот ей как-то поджать ноги. Это довольно символично, так как девушка вот-вот коснётся дна. Когда она коснётся дна, она сможет оттолкнуться и подняться вверх. Но при этом девушка в воде себя чувствует хорошо. Она здесь может дышать. Вы можете увидеть, как она дышит. Пускает воздух, но она себя чувствует там гармонично. Она как бы созидает, вот ищет эту гармонию, баланс водного и земного. И вот идея такова, что она в воде, погрузилась в воду. И вот она сейчас коснётся дна, потом поднимется вверх, вот как к новому началу. Я думаю, что эта картина для меня как переломный период в жизни. И такое вот как самовыражение своих чувств. Волосы имеют золотые пряди. Мне очень нравятся в последнее время какие-то детали подчёркивать золотистыми линиями. Добавить какой-то пластики, гибкости. В общем, в целом, я думаю, что каждый, в принципе, увидит в этой картине что-то своё. Я думаю, что у каждого вызовет какие-то свои определённые эмоции. Вот. Что касательно техники, то картина написана лессировочными слоями. Вот как акварелью пишут художники. Слой за слоем он прозрачный, жиденький, так накладывался. Ну и присутствуют на светах пастозные мазки, более плотные, более яркие. А вода у меня немножечко даже присутствует объём. Здесь я применяла плантелизм. Пальцами ставила точки. Местами просто прописывала даже бульки пальцами, а потом кисточкой подчёркивала окружности. Вот. Образ девушки абсолютно вымышленный. Такой девушке я не знаю, или она существует, но вот этот образ из моей головы. Спасибо за внимание. Я, надеюсь, рассказала о себе как можно подробнее, что я хотела вложить в эту картину. И надеюсь на удачу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok